Всем привет, друзья! С вами JetPot90, вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев, и у нас сегодня рубрика «Новости Игростроя». Мы разбираем в очередной раз какие-то вопросы, связанные с сомнительными действиями или просто с какими-то очень реально агрессивными новостями по отношению к каким-то проектам, появлявшимся на моем канале, и которые действительно мне интересны. И в данном случае мы поговорим уже не первый раз об игре «Проект Геном», рассмотрим дайджесты последней два выпуска, 19 и 20, которые вышли один на этой неделе, один на прошлой неделе, и, естественно, попробуем как-то это все проанализировать. Сразу хочется сказать, что вот все те профи, которые прибегают ко мне со словами, что «Чё ты плачешь? Игра в альфа-версии! Если тебе что-то не нравится, просто не играй!» Мне тяжело с такими людьми общаться нормально, потому что когда у человека реально проблемы с мозгами, он тупой по жизни, то как-то объяснить ему что-то, это практически бесполезно. Я многократно уже говорил, да, ребят, что я в курсе, что это альфа-версия, что я за этой игрой наблюдаю уже больше полугода, и, следовательно, я знаю, что она из себя представляет в данный момент времени, да. Ну, естественно, не то, что я знаю, как её там, если вообще её делают, то как её делают, но я понимаю, на что я подписывался, да, что я хотел получить, но я просто не знал, к чему это придёт. И в итоге вот это пришло к тому, что есть. Поэтому все те, кто решат зайти в чат и написать мне историю свою о том, что «Дже, ты нихрена не рубишь фишку, ты тупой, ты, видимо, не в курсе, да, что игра в альфа-версии!» Вот этим всем ребятам хочется сказать, друзья, пожалуйста, откройте мой самый первый обзор по игре «Проект Геном», который вышел в конце октября 2016 года, и посмотрите, как я вообще воспринимал игру тогда, и потом последите, да, за тем, как менялось моё отношение, моё видение к данной игре. Собственно, потом, после этого будем с вами разговаривать. А то, что вы где-то из контекста вырвали кусок моей фразы, кусок моих мыслей, и считаете, что вы всё теперь знаете о моём видении, и знаниях, и мнениях, ну, это тупо, очень тупо. Да, Кирилл появился, приветствую, Кирилл! В общем, друзья, давайте сегодня поговорим немножко о проекте «Геном», да, мы обсудим, что он у себя на этот раз в очередной раз представляет, что нам обещают разработчики, что они нам не обещают, оценим это всё. Естественно, я сейчас несколько ремарочек скажу, которые мне прислал один из пользователей, Golden Mike, за что ему отдельное спасибо. Это относительно предыдущего выпуска. Я сейчас о них расскажу, поэтому, прежде чем я начну, друзья, подписываться на Twitch YouTube-канал, самое главное, на YouTube, нажимайте колокольчик, чтобы получили оповещение обо всех новых видео и трансляциях, которые выходят на канале. Как бы, кстати, на YouTube прямые трансляции начинаются с 21-го числа, то есть с этой пятницы, буквально через два дня, друзья мои. Поэтому я приглашаю вас в 6 часов вечера по Москве. Присоединяйтесь, будет рубрика «Общение со зрителями». Я расскажу о том, как менялся канал, о том, что мы полезного и бесполезного узнали относительно нескольких площадок, на которых можно стримить. И, естественно, поделюсь с вами какими-то планами на будущее. В общем, присоединяйтесь, будет очень весело. Это разговорная рубрика, не игровая, там я отвечу на любые ваши вопросы, возникающие у вас. Ну и вы сможете спросить или просто послушать всё, что будет происходить во время этой рубрики. И, естественно, вступайте в группу ВКонтакте и на платформе Steam. Ссылочки есть вот сейчас в описании. Ребят, кто ещё этого не сделал, обязательно переходите, подписывайтесь. Ну а если вдруг вы не увидите ссылочки сейчас, во время стрима, то после стрима обязательно всё добавлю. Кирилл пишет, там всё стандартно, шаблонно. Мы как раз сейчас об этом поговорим. Итак, первое, что хочется сказать, ребят, в предыдущем дайджесте, точнее, в предыдущем выпуске рубрики «Новости Игрострой», когда мы рассматривали 17 и 18 дайджесты, пользователь Golden Mike прислал мне две ремарочки, две поправочки. Первое, что он сказал, что я пропустил одну, точнее, две интересных вещи, да, и первая вещь – это строчка, которая писалась так, начата работа над расширенными настройками графики. И он прислал вопросительный знак с фразой «Это чё, блин, прикол?» И дальше он пояснил, что все настройки графики изначально вшиты в движок, в игровой. И для того, чтобы их вывести для нас, для пользователей, даже в расширенном виде, понадобится максимум три часа. И далее у него следовал такой вопрос, кто у них вообще планирует задание? Кто? Какой человек? Потому что, как вы понимаете, в очередной раз подтверждается то, что невозможно делать так долго то, что нам заявляет, якобы делают проект «Геном», да, на Эрон Хейс компания. Все их слова – это вода с оттягиванием времени. То, что они говорят, мы делаем целую неделю, к примеру, это на самом деле делать всего несколько часов. Исходя из этого, представьте, если в такой элементарной, простой вещи они попытались втереть нам, зрителям и игрокам, вот эту дичь со словами, что они начали работу над расширенными настройками графики – это все хрень, ребята, это все хрень оказалась. И я это пропустил тогда, потому что мне показалось, что это дико шаблонно, все очень банально, просто, ничего интересного, но оказалось интересно, это было. И это первое. А второе, что мне также прислали, дабы я обратил на это внимание, да, что вы помните, я думаю, в 18 выпуске, точнее, да, в 18 выпуске, была гифка, где нам показывали, как монстр, босс, первый босс вылазит из локации, я вот сейчас вам покажу, да, чтобы вы могли это увидеть. Так, где у нас, где у нас, вот браузер, да, вот я переключился на него. Вот это, помните, я думаю, гифку, да, это как раз из 18 выпуска. И здесь нам написали, что, ну, точнее, не написали, а даже, не важно, что написали, забудьте, представьте, что здесь нет текста, просто сама гифка. Как мне отметил Golden Mike, не существует никаких тестовых локаций, так не бывает. У них одна большая игра, которая разбита на сцены, да, сцены так называемые, кто не знает, что это такое, я не буду в 20 подробностей, просто сцена это то, где у вас забито изначально, что будет вот на определенном объеме действий, да, вот это уже прописано там все. И нет такой отдельной сцены, где у вас голая земля, точнее, нет даже земли, у вас есть просто зеленый фон, из зеленого фона вылазит монстр и бегает женщина, да, вот эта вот главная героиня, если можно так ее назвать. В общем, нет никаких тестовых локаций, друзья мои. Проект разделен на сцены, вот я еще раз, да, я просто сейчас уже прочитаю, да, дословно, дабы не быть голословным. И внутри сцены локация либо есть, либо эта сцена вообще без локации, да. В данном случае, что там есть окружение на этой сцене, которую мы только что с вами посмотрели, и есть персонаж женский, которым управляют, да, этот персонаж управляется, он не просто там сам по себе. Им бегают и, собственно, эту гифку сделали, дабы это нам все показать. Это значит, что это полноценная сцена с полноценной локацией и с подключенным контроллером. Ни один разработчик, нормальный в здравом уме, не будет создавать отдельную полуголую локацию, куда он запихнет персонажа с подключенным контроллером и будет специально отдельно делать гифку. При этом у него нет там ни террейна, ни гигиометрии никакой, только есть босс, вылазящий из ниоткуда, и полностью управляемый бегающий персонаж. Как вы понимаете, это бред. Мифрис, большое спасибо за донат, дружище, спасибо за поддержку. Прислал он нам на Overwatch немножечко денег, написал сообщение округляем, то есть до полутора тысяч суммировали все, что мы накопили сегодня, на сегодняшний день. Поэтому спасибо большое еще раз, дружище, каждый раз ты поддерживаешь, это очень приятно. Я немножко отступлю от темы, кто не знает, у нас вот здесь вот наверху, да, вы можете увидеть по диагонали, у нас идет сборная игру Overwatch, осталось совсем чуть-чуть, мы приобретаем Overwatch, и на канале начнется игра, будет минимум два стрима в неделю, возможно, даже три стрима в неделю, и я буду играть со зрителями с большим удовольствием. Ребят, все, у кого есть Overwatch, вы сможете поиграть на стриме, побегать, показать свой уровень, класс, либо просто поучиться играть, побегая вместе с нами, все-таки в Overwatch мы немножечко играем лучше, чем, например, в тот же самый PUBG. Поэтому, кому не жалко, поддерживайте канал, буду признателен. Способы поддержки есть в описании, на любом из каналов, на Твиче, на Ютубе, на ВКонтакте, зайдите, посмотрите, вы без труда найдете, как это сделать, друзья. Еще раз, Мифрис, большое спасибо. Итак, возвращаясь к нашим баранам, друзья, о чем говорит, да, эта ситуация, что никто им не мешал сделать гифку, чтобы босс вылазил посреди красивого скриншота локации, но они этого не сделали, и Golden Mike просто предположил, он не утверждает, но он предположил, что есть великая вероятность, что вот эта локация на самом деле так и выглядит. Вот на данный момент, то есть это рабочая версия того, что нам втирают, как уже якобы, что этого всего нет, и там все есть круто сделано. Нет, на самом деле, это так и есть. Вот то, что на тесте нас может ожидать вполне, это вот что-то подобное. И это такое, некое опасение было со стороны Golden Mike, он не был уверен на 100%, что это не будет подстава, что это не будет фейк какой-то, он сам немножко растерялся. Но это его мнение, он его высказал, и я за это ему очень признателен, спасибо большое за поправки, некоторые внесения того, что я не заметил во время прошлого дайджества. Ну все. В общем, Кирилл пишет, что он раньше так же выбирался. Кирилл, вопрос не в том, как он выбирался, а вопрос в том, где это все происходит. Там нет ничего, там зеленая зона. То есть зеленая, пустая, мертвая масса. Это значит, что туда не нанесли ничего. Ни тирей не нарисовали, ни локацию не нарисовали, геометрию никакую не добавили. Такого быть не может, потому что это называется геморрой для разработчиков. Создавать отдельную мертвую локацию, на которой будет вылазить босс из мертвой локации, это бред. Соответственно, это было подмечено на прошлом выпуске, и мне прислали эту информацию в личку, я ее сейчас зачитал и поблагодарил, естественно. Ну что ж, приступаем. Сегодня у нас 19-20 выпуски, друзья мои, мы их разбираем с вами. И анализируем, что же нам предлагают сегодня компания Нейрон Хейс относительно своей собственной игры под названием Проект Геном. Опять-таки, если я что-то вдруг упущу, да, я не технический специалист, я буду признателен за любые ремарки, которые вы пришлете. Потом, может быть, в личку, либо сейчас во время чата прям будете мне писать. И, естественно, я буду это зачитывать и сопоставлять правду и домыслы. И будем смотреть, что происходит. Окей, выпуск номер 19, да, еженедельный отчет номер 19 от 10 июля 2017 года. До старта ПТС осталось чуть больше двух недель, разработчики продолжают делиться новостями, каждый раз эти новости вызывают кучу сомнений. Итак, программная часть. По-прежнему продолжается работа над отладкой всей сетевой части проекта. На этой неделе был решен один из самых критичных багов, когда уровни открытого мира могли не загрузиться при старте игры и персонаж повисал в воздухе. Знаете, это как-то не состыковывается с тем, что нам втирали, что уже все хорошо, уже игра полностью готова к тесту. Да, в игре не все механики реализованы, не все персонажи там активированы, но чтобы был такой баг, что у вас тупо не подгружается игровой мир, об этом информации не было. И этот баг якобы всплыл. Ребятки, ну а как всплыл такой баг, если бы разработка, как они пишут, что все идет по плану. То есть получается, вот этот баг с невсплывающим миром, он тоже по плану, разработчик не мог его профукать. Ни с того, ни с сего вдруг он не мог взять и перестать подгружаться. Это означает, что либо изначально эта проблема существовала, просто они ничего не говорили и ждали, в какой момент они смогут это анонсировать. Либо они очень долго ее решали, эту проблему, и наконец-то решили, спустя очень большой промежуток времени. Но опять-таки об этом не было ни слова сказано до этого. Мне, если честно, просто вот не верится в то, что идущая по плану разработка, как утверждают сами Нейроны, уже не первый дайджест, столкнулась с неожиданной проблемой, такой критической проблемой, что при старте игры тупо не грузится мир, и персонаж визнит в воздухе. Это говорит не просто, друзья, о неподготовленности, это говорит о жесточайшей сырости игрового проекта. И мне очень-очень не хочется думать о том, что 28 июля, когда запускаются тесты, что мы с вами столкнемся вот со всем этим дерьмом. Если честно, это неправдоподобно просто. Кирилл пишет, кого-то Нейроны мне напоминают, ах да, Шон Мюррей. Дружище, ну есть что-то подобное. Далее, завершены основные работы над сохранением кастомизации начальных настроек персонажа в базе данных. Исправляются некоторые баги, выявленные на тестировании. Я говорил, говорил о том, что кастомизация сейчас не нужна. Это настолько неприоритетная задача, что тратить на это время просто стыд и позор. Действительно. Это, друзья, все равно, что представьте, допустим, я сейчас не буду сложными материями говорить, дабы вас не запутать. Представьте, вы идете в магазин и вам говорят, купите 3 килограмма мяса, я не знаю, 2 килограмма овощей. В общем, на жрачку, на всю эту, купите вот всего этого. А вы идете и покупаете приправу к супу, но не покупаете больше ничего. Приходите домой, даете приправу родителям, они вам говорят, ты что припер? А у вас ответ такой, ну а супу ведь понадобится приправа по-любому. Но супа-то нет и готовить его не из чего. И вы не купили ничего для супа, вы купили только то, чем потом этот суп или в процессе приготовления можно его удобрить. Да, у него будет лучше вкус, лучше будет запах, ну под вас подстраиваясь. Это бред. И вот кастомизация это то же самое. На данном этапе, вот сейчас, на данном этапе, это точно такой же бред. Нет, у нас нет работоспособного клиента, у нас нет работоспособной игры, в которую мы можем играть, а мы не можем в ней играть, но нам предлагают вот эту приправу. Типа смотрите, у вас будет, когда вы будете стрелять, вы будете повреждать камушки, а еще у вас персонаж будет бегать в татушечках и с пирсингом. А где он будет бегать? Где игра? Где игровой мир? Где клиент работающий? Дайте нам работающий клиент. О чем я говорю на каждом дайджесте, и меня каждый раз не слышат, и мне каждый раз говорят, что, а, это вот тот самый, кого не надо называть, опять в очередной раз там несет очередную херню. Ну ладно. Видимо, те люди, которым нравится, что у них есть приправа, но нет супа, они, как раз, ту приправу жрут ложками. Это сейчас заканчивает, да, суть вообще моего сравнения, чтобы вы поняли. Вам предлагают жрать ложками то, что вы ложками жрать не сможете. Ну, просто физически. Далее, на этой неделе началась проработка искусственного интеллекта рейдеров. Рейдеры с огнестрельным оружием смогут разбегаться от игрока, будут постоянно двигаться, искать укрытия, бросать гранаты, носить удары прикладом при сближении с игроком. Я сейчас могу быть далек от истины, я заранее извиняюсь перед теми, кто знает, как создается подобное действие, но мне кажется, мало того, что это дерьмо уже было. Почему? Потому что они уже разрабатывали подобные действия для копателей. Дальше им остается поменять только внешний вид монстров, которые будут это делать, в данном случае это будут делать рейдеры, а не копатели. И добавить им другие анимации, если у копателей там кислота, прыжки и прочее дерьмо, то у рейдеров это стрельба, броски, гранаты, удары прикладами. То есть, тут вопрос больше в анимациях. Что при тех же самых возможностях будет делать другой враг? Все. Но нам рассказывают о том, что это будет искусственный интеллект рейдеров. Вот я, смотрите, я сейчас вангую, специально вангую, давайте мы и запишем, и поржем надо мной, если я буду неправ, я очень надеюсь, что я окажусь неправ. Что когда мы попадем вообще в принципе в этот игровой мир, рейдеры будут конченными оленями. Вы их будете убивать просто как, я не знаю, ну вообще вот просто как тараканов. Они будут бессмысленны, они не смогут грамотно действовать, они не смогут толком сопротивляться. Они будут либо чрезмерно агрессивны, что очень неправильно, и это называется искусственное завышение сложности. Либо они будут просто-напросто имбоватые, они будут тупо гнуть, они будут попадать при любом раскладе, куда бы вы ни прятались. Даже если вы будете уклоняться, они все равно будут в вас попадать, что опять-таки является искусственным завышением сложности. Либо они будут настолько тупы, что вы их будете просто в порошок стирать. И это все, единственное, да, то есть их либо делают имбоватыми, у них все характеристики завышенные, да, либо их делают тупыми. Сделать какой-то там искусственный интеллект, что рейдер подо что-то будет подстраиваться, я вообще в принципе не знаю ни одной игры, у которой боты были бы настолько круты, что были на уровне человека по игре. Такого нет, ребят. Либо их искусственно завышают, они становятся чрезмерно сильными, у них там повышенная броня, повышенное хп, у них там повышенный урон, они всегда попадают, они всегда кидают гранатами на предугадывание, да, то есть вы бежите, а они вперед вас кидают гранату, а не на вас, они вперед вас кидают. Ну то есть, опять-таки, искусственно завышается. Либо бот это, мать его, бот, которого вы выходите, просто бьете палкой по голове, и он, я бот, и он умер. Вот, я вангую один из двух вариантов. Вот эта фигня с проработкой искусственного интеллекта, это полная херня, ребят. Это все работать не будет толком. Кирилл пишет, рейдеры и сейчас такие же, и делают все то же самое, что обещают, кроме гранат. Вот, пожалуйста, мнение еще одного зрителя. Ребята, это уже не только я высказываю, это высказывают зрители. И за это большое спасибо, Кирилл, спасибо, что ты тоже делишься мыслями, дабы люди не думали, что я тут один разливаю свою желчь, которой у меня нет, кстати говоря, но просто критичное мышление. Продолжается работа по созданию расширенных настроек графики управления и звука в игре. Вот, вот смотрите, вот в 18 выпуске мой зритель, Golden Mike, заметил, что они предлагают полное дерьмо нам. И теперь мы видим, что спустя неделю продолжаются настройки того же самого. То есть, получается, разработчик за две недели, компания Neyron Hayes за две недели, не смогла взять то, что уже есть в движке Unreal Engine 4 и просто вынести эти настройки для пользователя. За две недели они не смогли этого сделать. Вы понимаете, какой уровень там? Вы просто подумайте, да, что для обычного, нормального, хорошего программиста это три часа работы. Я молчу про профи, которые, скорее всего, вообще за час все это сделают, да, но допустим, мы берем просто три часа работы. Ну, ладно, окей, я сейчас вот так нарушу то, что мне сказал человек более знающий, скажу сутки. А тут две недели, ребят. Вы понимаете, вот это небо и земля, насколько здесь большая разница, насколько это нелогично, насколько это неправильно и неправдоподобно. Это бред, друзья мои. Ладно, кто считает, что я неправ, докажите. Докажите мне это, покажите мне программиста, другого, независимого, нейтрального программиста, который работает с движком Unreal Engine 4, который две недели не может вытащить расширенные настройки графики на открытое пользование, чтобы игрок обыкновенный мог подстроить графику под себя. Покажите мне такую игру и человека, не просто балабола, а покажите мне проект, в котором уже несколько недель не могут вытащить расширенные настройки графики из движка. Я хочу увидеть, мне интересно. Пришлите, пожалуйста, ссылочку, кто знает. Далее, мир. Продолжается базовая проработка зараженной местности. Прорабатывается генерация растительности, добавляются и настраиваются новые материалы, расставляются основные объекты. Почему мне кажется, что это уже было? Вот такое ощущение, что я опять читаю то же самое. Может быть, у меня сейчас в голове смешались все дайджесты, конечно, потому что по факту, по правде говоря, я думаю, вы это сами заметили, нам каждый дайджест теряют одно и то же. Мы читаем с вами практически одну и ту же информацию. Если вы не верите мне, просто начните читать все дайджесты с первого. Вот начните читать. И вы поймете, что каждый дайджест вы как будто читаете одно и то же, только чуть-чуть по-другому. Поданное, немножко с другими картиночками, и иногда это разбавляется с какими-то новыми строчками. Но по сути, как будто одно и то же. Вот сейчас мне кажется, что я это уже читал. Такая мысль у меня сложилась. Нам показывают такие вот объекты, зараженная местность, скриншотики. То ли с игры, то ли это арты. Но больше похоже на скриншоты с игры, потому что... Я думаю, что вот такая вот и будет графика. Вот такая. Не то, что нам обещали, а вот так все будет выглядеть. То есть все-таки хуже. Ну, посмотрим. Продолжается работа по созданию текстур и моделей растений для зараженной местности. Ну и предлагают нам арты. Вот так все будет выглядеть. Хорошо или плохо, решайте сами. Я ничего не буду говорить по этому поводу. Работа над данжем арена завершена. Ох ты ж. Наконец-то. Наконец-то хоть что-то они завершили. Вот так вот будет выглядеть данж арена. Если честно, картинка совершенно неестественная, просто. И очень похожа на обыкновенный рисунок. Как будто это нарисовал художник. Не похоже на компьютерную графику совершенно. Потому что если сравнивать то, что мы видели с вами в ролике, где главный герой бегал по подземелью по самому первому. И вот нам показывают данж арена. И это не одно и то же совершенно. Кто не верит мне, сравните картинки. Я не буду сейчас копаться в старых скриншотах. Откройте, посмотрите, сравните. Вот смотрите, вот текстуры ящиков лежат. Да, вот они. И вот как выглядит локация. Вот это выглядит как скриншот из игры. А вот это выглядит как рисунок. Вы просто посмотрите. Сами посмотрите. Потом будете меня обвинять в том, что, мол, джетпот 90 ничего не соображает, придумывает на ходу всякое дерьмо. Просто сравните. Сами. Насколько выполнено текстурно, точечно, да, качественно выполнено эти ящики, бочечки. И насколько размазано все, смыто. Ну, то есть, как у художников. Да, есть такое, понять, как компьютерная графика. Да, есть дизайнерская работа. Вот, ну, художник нарисовал. Это в 90 случаях, там, из 100, может, даже в 95 случаях из 100, это абсолютно разные работы. И вот я сейчас вижу абсолютно разные работы. Я вижу вот такие штуки, которые похожи на компьютерные, да, действительно, скриншот. Из игры сделаны либо ассеты, просто наклеенные сверху, картинки от ассетов. А дальше вот это вот работа художника. Да, красиво нарисованный данж. Мне нравится такая манера подачи рисунка, но это не похоже на игровой скриншот никак. Далее. Персонаж. На этой неделе были полностью завершены все анимации персонажа со снайперскими винтовками и дробовиками. Ну, хорошо. Промолчу. Базовые отметки на теле персонажа добавлены в проект и полностью настроены для обоих полов. Также был завершен настроен интерфейс кастомизации персонажа. То есть нам ранее пишут о том, какие проблемы испытывает игра с кастомизацией. Что это все нужно внедрять, на это нужно время, это сложно. А тут нам пишут, что уже все там добавлено и все внедрено. Почему? Ну, потому что слишком быстро делают то, что делать не надо. Насыпали в пустую кастрюлю немерено просто приправы. А в кастрюле нихрена нет и у них проблема. Все, знаете, горит, прыгает, а ничего не происходит. Ну, вот так выглядит, в общем, все, что будет для мужиков сделано, для мужского пола. На бороды, усы, прически, татухи. Надо ли это сейчас? Нет. Совершенно не надо. Ладно. Началась работа по созданию модели меха. Подождите, я что-то не понял. Вроде как создание модели меха уже было сделано. Или я сейчас что-то путаю. Вроде как говорили, что модель меха была уже, ну, точнее, началась работа по ней. Сделали наброски, рисунки полностью детальные. И вроде как начали работать по созданию модели меха. Или речь шла о том, что до этого были исключительно арты, то есть только художественная составляющая. А теперь, наконец-то, началась работа по созданию меха в игре. То есть создание уже настоящей играбельной модели меха. Не совсем понятно и без объяснений, но при этом вместо меха нам показывают пушку меха. Как-то нелогично чуть-чуть. Точнее, это вообще нелогично, причем тут чуть-чуть. Противники. Продолжается работа над созданием базовых анимаций для всех типов догов в игре. Вот так вот это выглядит. Отвратительная анимация. Выглядит она очень стрёмно. Вот сейчас вы посмотрите, да, такое ощущение, что он чуть ли не телепортируется назад слишком быстро, слишком резко, чрезмерно резко. Это, не знаю, мне не нравится то, что я вижу. А тут непонятно, что он делает. Он скользит по земле. А то, что у него лапы с мягкими подушечками и когтями, это ни о чем не говорит разработчикам. О том, что животное с такими лапами в принципе не в состоянии вот так на месте развернуться. Подпрыгнув, развернуться, да. Но вот проскользить вот так по земле, там лед должен быть в таком случае. То есть доги должны сражаться с игроками на льду. Это единственное логичное объяснение. Если будет такая анимация в игре, представьте, как это будет выглядеть. Представьте, траву, земля, песок и на ней дог такой, фу, на месте вращается. Да, вот это что такое? Отстой. Началась работа по созданию концептов всех видов трогов в игре. Ну, вот так вот будут выглядеть троги. Но неплохие рисунки. Нарисовано, забавно, симпатично, ничего не скажу. Заключение. Неделя прошла довольно спокойно, несмотря на неожиданные баги, появляющиеся при тестировании. Да, конечно, совершенно неожиданные. Также в поисках решения одной из важнейших проблем нам удалось серьезно прооптимизировать открытый мир. Серьезно прооптимизировать открытый мир. Заметили, да, такого слова не существует, но у них это слово есть. То, что серьезно оптимизировать открытый мир, это вот, это не у нейронов. Зачем нам знать русский язык, это же вредно для здоровья. Прооптимизировали они открытый мир. В остальном разработка продвигается в приятном темпе, и мы рассчитываем на стабильную версию к 28 июля. Ну, подождем, подождем, увидим, друзья. Тут я не буду спешить с выводами. Окей. 19 дайджест на этом завершается. Переходим к 20 дайджесту, который вышел 17 июля в этот понедельник, несколько дней назад всего лишь. Лето еще в самом разгаре, и мы надеемся, что все вы с пользой проведете каникулы и отпуска. А мы же продолжим делиться с вами информацией о ходе разработки проекта. Это, знаете, такой тонкий намек на то, что, мол, ребят, да вы езжайте в отпуска, езжайте и уезжайте на каникулы. Не надо ждать игру, не надо. Давайте сделаем так, что вы вернетесь осенью, и мы осенью предложим вам первый рабочий билд игровой. Вот это очень похоже сейчас на это, друзья. Программная часть. В ходе внутренних тестирований выявились некоторые новые баги сетевой части проекта. Баги довольно сложные и комплексные, но решаемые. На текущий момент исправление подобных ошибок является приоритетом в работе. Вы понимаете, куда это сейчас все идет, да? Я... Давайте попробуем так. Давайте попробуем угадать, что к 28 июля разработчик скажет, что тест не отменен. Я думаю, они уже не отменят тест, потому что им сейчас это будет ой как невыгодно делать. Но перед тестом стопудово они предупредят, что игра до такой степени может заглючить, что она может просто вылететь, могут не прогрузиться текстуры, могут начаться сетевые, рассинхронные и так далее. Они просто скажут, у нас ведь альфа-тест, у нас сплошные баги в игре. Ребята, вы на свой страх и риск сами идете в нашу игру. Мы ничего не гарантируем, мы ведь каждый дайджест пишем, игра не готова, не покупайте ее, не надо ее покупать. Вот я вангую, что так оно и будет. Честно. Я так не хочу, я надеюсь, что я не прав. И на выхлопе 28 числа мы получим стабильный рабочий билд игровой. Но мне кажется, этого не будет. Я больше чем уверен, что благодаря вот подобным новостям, 28 числа они не отменят запуск теста, тестового сервера, но при этом они предупредят, что баги могут вас ждать в любую секунду. Причем они будут не один баг, не два, а их будет реально дохера. И от начала нашего участия в тестовом сервере, в жизни тестового сервера, это будет началом того, что мы каждые 5 или 10 минут будем писать в суппорт, описывать наши проблемы, которые мы нашли. То есть они фактически каким образом предлагают нам, игрокам, которые, кто-то там, я молчу вообще про себя, я говорю про тех, кто реально вложил там 5 тысяч в игру, да, кто-то больше, они предлагают нам просто начать выполнять роль бета-тестеров. Вот и все. Это, друзья мои, ну как бы жопа. Потому что нам обещали готовый билд, работоспособный. Просто в нем не будет огромного количества механик, разработчики не успеют их ввести. Но мне кажется, что все будет намного хуже. Поживем-увидим. Осталось совсем недолго. Все баги недоработки кастомизации исправлены. Работа по данному направлению завершена. Ну, ладно, радует, хорошо. Целую неделю исправляли баги с кастомизацией. Я не знаю, что там такого они провели, честно, не понимаю. Но пусть, ладно. Продолжается работа над искусственным интеллектом рейдеров. То есть, они две недели не могут настроить искусственный интеллект рейдеров. Серьезно. Предыдущий дайджест их ничему не научил. И они в следующем дайджесте выдают ту же самую информацию. Вы видите, да, что в целом нам одну и ту же, причем бесполезную информацию, дают минимум два раза. То есть, в двух дайджестах. Вообще, чаще больше. Но два это минимум. У нас нет таких дайджестов, где нам один раз сказали бы о чем-то, и на следующий дайджест вы уже получаете информацию, информацию, которая имеет совсем новое значение. Сейчас, секунду, ребят, я подключу зарядку на телефоне. То есть, получается, что разработчики, они умышленно это делают. Они умышленно делают дайджесты, в которых информация повторяет сама себя. Это, собственно, цель разработчиков. Они так поступают. Не просто так. Это у них прям, ну, можно сказать, задача такая, что ли. Им нравится это делать, и они считают, что это правильное решение, которое они реализовывают. По-другому я не знаю, как это назвать. Далее. Мир. Работа над зараженной зоной продолжается. Расширяется вариативность растительности, прорабатываются ключевые точки, создаются, настраиваются новые материалы и объекты. Опять про зараженную зону. Опять. Это будет, мне кажется, еще дайджеста 2. Может, даже 3. Давайте посмотрим, последим. Но я еще надеюсь, что вдруг разработчики испугаются и не будут больше это постить. Но разработчики ничего не боятся, потому что до сих пор их никто еще не засудил. И все от них уходили с улыбкой на лице. Особенно, когда речь идет о тех троллях и хейтерах, которые их поддерживают в официальной группе ВКонтакте. Ну, это отдельная история, не будем возвращаться. В общем, вот такие нам показывают то ли скриншоты, то ли что. Выглядит абсолютно неестественно. Это стопудово в игре будет смотреться не так. Я уверен. Мы увидим другую картинку, когда мы придем в зараженную местность, если она вообще там существует на сегодняшний день. Я не думаю, что... Что это настоящий скриншот? Опять. Я вижу, что здесь есть намек вроде как на скриншот, да, но при этом у меня такое чувство, что его как бы дорисовали. То есть на нем что-то настоящее, а что-то нет. Либо, либо другой более такой натуральный вариант, это то, что у них реально будет все выглядеть так неестественно. Вы будете ходить по планете, и вам будет казаться, что как бы куски планеты просто вот наобум кто-то взял и приклеил. Совершенно нелогично. Природа так не развивается ни в одном мире, ну ладно, это же Нейронхейс, у них же все развивается таким образом. В связи с введением в игру динамической смены времени суток встала необходимость в некоторых доработках данжи исследовательского лагеря рейдеров. В большей степени это касается настройки неба, солнца, постобработки, а также ночного освещения. Помимо этого, по ходу работы более подробно прорабатываются некоторые квестовые участки локации. Это вот мне сейчас кажется, я могу ошибаться, но мне кажется это полной хренью. Потому что, в принципе, если бы вы ввели режим дня и ночи, вам не надо прорабатывать отдельно тени для каждого объекта. По той простой причине, что, если я правильно называю эту вещь, есть такая тема, как динамическое освещение. И динамическое освещение это реакция на позицию расположения источника освещения в игре. Я не программист. Я просто помню, как мой друг, мой коллега по радиостанции, на которой я работал, как он при мне в 3D-марке программировал. Он нарисовал кота и начал добавлять с разных сторон. То есть, вкрутить, вертеть над ним лампу. И тень в 3D-марке сама образовывалась, сама появлялась, сама увеличивалась, укорачивалась. То есть, есть давно уже механизмы, которые автоматически делают весь этот процесс. Нам здесь сейчас впаривают то, что они начали якобы с нуля дорабатывать данж, потому что они ввели режим дня и ночи. То есть, они ввели то, что в игре будет ночью темное небо, а значит пропадут все тени, и это нормально, потому что при динамическом освещении программа, да, движок игровой, он не будет видеть источника света, и тени будет он убирать. Ну, а тусклые источники света будут давать такие блеклые тени. А в другой режим, в другой момент появится яркое солнце, источник освещения, и игровой движок задаст тень. Но разработчики нам говорят, что они на это будут выделять отдельное время, и будут, наверное, целую неделю, а может быть и две работы над этой херней. Если честно, вот как по мне, сейчас это очень дико. Я могу быть неправ, конечно, я не программист, да. Многократно, сколько раз ко мне прибегали хейтеры, которые бедняги там с слюнями и соплями исходятся, защищая проект геном. Непонятно, правда, зачем, такое ощущение, что им заплатили за это. Складывается чувство, что я как будто бы сижу и в каждом дайджесте утверждаю, будто я разработчик и все обо всем знаю. Нет, ребят, не знаю. Я просто сужу, исходя из моего скромного опыта, моих скромных познаний и логики. Логики. Это то, что недоступно Нейрон Хейзам и их вот фанатам, да, вот этим хейтерам, которые обожают просто срать всех в группе ВКонтакте. И опять меня туда заносит. Меня просто это больше всего бесит, ребят, что это до сих пор есть, и это до сих пор никто не убрал. Ну, потому что это никому не надо. Мы знаем, что комьюнити менеджер сам еще тот тролль, который обожает хейтить людей. Поэтому там никогда не исчезнут вот эти неадекватные ублюдки, которые всем мешают. Ну, вот нам показывают локации, да, они вот так вот выглядят. И при этом вот нам сейчас показывают скриншоты, на которых уже все настроено, друзья. Здесь все настроено. Вот, пожалуйста, вам дневное освещение. Вот, смотрите, днем свет, вот тени. Да? Вот ночь. Вот объект. Что настраивать здесь? Что? Что они пытаются настраивать? Давайте еще раз. Доработка данжа исследовательского лагеря рейдеров. А что они в данже дорабатывают? Что? Данж, это, судя по всему, будет все равно подземелье. В подземелье нет источников света прямых. Там будут светящиеся кристаллы, я не знаю, будут лампы стоять. То есть это, по идее, по умолчанию должно было быть все изначально. Но здесь, нам говорят, в большей степени это касается настройки неба, солнца, постобработки, а также ночного освещения. Да. Я молчу. Вода водой, жестокая причем. На этой неделе был полностью завершен, добавлен в проект и настроен мужской бронекостюм Дреддноут. Ладно, хорошо, еще одна проходная, ничего не значит сейчас строка. Работа по созданию высокополигональной модели меха продолжается. Ладно, хорошо, я пропущу это мимуша. Я не могу сказать на данный момент точно, сколько нужно времени нормальному, хорошему, рукастовому программисту, чтобы создать модель меха. Даже дело не в мехе, а просто создать модель персонажа, игровую модель. Мне кажется, там явно не 3-5 недель, да, с учетом, что у них уже есть все наработки. Но, ладно, может быть, я чего-то не знаю. Может быть, там надо месяца 2, но для Неренхейзов, может быть, месяцев 5. Насчет костюмов, сравни костюмчики, там голову меняют, что ли. Насчет костюмов, сравни костюмчики. Так, давай мы, знаешь, как сделаем, где у нас? 18-й дайджест, допустим, да, я не помню, в каком дайджесте у нас было. Сейчас посмотрим. Я не помню, в каком дайджесте они показывали костюм вампира, да, вот, давайте посмотрим. 18-й, 17-й, где у нас 17-й дайджест? Сейчас, ребятки, сейчас прямо в прямом эфире мы все это сделаем. По просьбе Михаила, вот мы сейчас сравним все это. Где у нас костюм вампир был? Да, даже не здесь это было раньше. Серьезно, да, 16-й дайджест? Ну-ка, ну, давай, открывайся. Как пролистал? Да не может такого быть. Чуть же пролистал. Сейчас посмотрим. Вот. По созданию, а, да, по созданию. Здесь создание, а тут должно было быть уже завершение, да? Завершена. Так, где у нас костюм вампира? Как я его пролистал-то? Ух ты, нифига себе я пролистал, реально, смотрите. Подождите, это костюм дредноут, правильно? А здесь у нас костюм дредноут. Нет, так, костюм дредноут, костюм дредноут. Нам это не нужно, нам нужно... Так, нам нужен костюм вампира, потому что это одно и то же, да? Костюм дредноута, костюм дредноута. 16-й, 15-й, там костюм вампира в каком-то дайджесте был, я уж не помню сейчас в каком. Так, давайте, где там, ну... Вот, костюм вампира я нашел, вот. Нет, ну тут совсем другой костюм, он отличается. Катастрофически отличается, вот он. Костюм вампира, вот, да, и костюм дредноута. Они сильно отличаются. А то, что предыдущие я пролистал, это были тоже костюмы дредноута. Там они одинаковые абсолютно, то есть тут придраться-то не к чему особо. Где у нас костюм дредноута был завершен сейчас? Вот он завершен. Это костюм дредноута и вот костюм дредноута, вот. Это одно и то же. Один и тот же костюм боевой. Так что, Михаил, ты просто что-то проглядел, наверное. Ничего страшного, такое бывает. А сколько недель они делают модель костюма дредноута? Уже получается четыре. Месяц делали, месяц. Потому что начиная с шестнадцатого дайджеста... Подожди, с шестнадцатого вид дайджеста начиная? Да. Нет, больше делали. Полтора месяца делали. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Пять недель делали. Пять недель делали костюм дредноута. Так, и разные говоришь про костюм женщины и костюм мужской. Да, они разные. Но там мужского костюма вампира что-то я не увидел. Там только женский показан. Ну, в общем, костюм дредноута вот они рисовали, внедряли и делали. В конце концов, это все по времени. У них ушло пять недель. Пять недель это почти полтора месяца только на костюм дредноут. Вот тебе объективная цифра, потому что информация о нем появилась в шестнадцатом дайджесте. По-моему, да, началась рисовка костюма. И в двадцатом они наконец-то уже завершили полностью, да, добавили его в проект и настроили. Пять недель ушло у них на это. Работа по созданию высокополигональной модели меха продолжается. И нам опять показывают пушки, причем просто модели пушек, не, как это правильно называется, не кастомизированные, да, на которых ничего не добавлено, не нарисовано. В общем, не нанесена раскраска. Противники созданы все необходимые базовые анимации для всех типов догов в игре. Ну, и вот, пожалуйста, вам игровой дог. Вот так он будет выглядеть. Его вроде как внедрили. Судя по всему. Ну, ладно. Анимации как анимации, по-моему, они ничем особо не отличаются даже от копателей. Только немножко по-другому реализованы сами анимации и движения. Вот и все. Работа над концептом различных видов трогов завершена. Итоговые мобы будут качественно отличаться по механикам и поведению. Не совсем понятна эта мысль здесь. Почему? Потому что нам показывают арты, то есть просто рисунок. Но говорят, что они будут отличаться по механикам и поведению. Но информация о том, что над ними уже начата работа, что происходит полное замещение механики, поведения и анимации, этого нет еще. Но уже говорят, что будет отличаться. Ладно, посмотрим. Вот так выглядят троги. Посмотрим, что они из себя представляют. Помните, да, что по логике Нейронхейза вот это все, вот это все, вот, вот. Это все должно будет повреждаться. Это надо будет отстреливать все. Сразу скажу, что это все очень похоже на заимствование из, как его, из игры Horizon Zero Dawn, где точно такие же полумеханические или полностью механические динозавры, роботы ходят, да. И там можно отстреливать блоки определенной куски, участки у робота и тем самым носить ему больше урон. У меня такое чувство, что Нейронхейза взяли эту идею оттуда, потому что появилась она у них не так давно. И это произошло уже после выхода игры Horizon Zero Dawn. У меня чувство, что они в очередной раз просто сперли чужую идею. Ну, это уже не первый раз, когда я вижу, что Нейронхейзы просто прут идеи отовсюду. У них своего какого-то вот мира, понимания того, что они делают, лора, идей. У них нет этого всего. Они тупо тырят лучшие идеи. Началась работа по созданию эффектов у противников. Выстрелы, кровь при попадании, особые атаки. Ниже показан эффект выстрела кислотой, носящий урон при попадании и оставляющий на земле обжигающие лужи. Единственное, что я тут вижу, это то, что копатель стреляет кислотой и на земле остается кислота. Но я не вижу ни крови, ни эффектов попадания. Я ничего этого не вижу. Здесь, тем более, эффекты... Блин, это оборот такой, знаете, я очень долго голову ломал. Началась работа по созданию эффектов у противников. Что? Тяжело написать, что началась работа по созданию эффектов для всех типов юнитов, там, да, или просто по созданию эффектов в бою. Это просто формулировка такая, такое ощущение, что это все делал абсолютно необразованный, неграмотный человек, который не понимает, как пишется правильно предложение, как склоняются слова, как они формируются в предложении. Он просто тупо все слова подряд пихает. Я часто над этими дайджестами, друзья, ломаю голову, кто хорошо знает русский язык. Я уверен, что вы уже не первый раз удивляетесь формулировкам и способам подачи информации. Это жопа вообще полная. Ну и в очередной раз на гифке, вот, кстати, мы видим, да, опять такую же гифку, где пустая мертвая зона, ничего нет, есть бегающий человек, у которого подключен контроллер, им управляют, и есть один враг, который стреляет кислотой. Есть такое чувство, что по предыдущему дайджесту, возможно, Голден Майк был неправ. Почему? Потому что, судя по всему, разработчики компании Нейрон Хейз, они создали этот геморрой себе, они создали мертвые сцены, в эти мертвые сцены они впихнули действующих героев, персонажей, у которых подключен контроллер, и там есть все, кроме локаций. Походу, разработчики Нейрон Хейза идут самыми сложными путями. Отсюда и разработка игры, которая длится 6 лет, которая никак не может даже прийти к стадии нормального, полноценного, работоспособного билда. Вот, вот, пожалуйста. Очень похоже на это. Ну и заключение. Работа над игрой продолжается без серьезных происшествий. И я, вот смотрите, после этой фразы отматываю вот сюда, и мы читаем. В ходе внутренних тестирований выявились некоторые новые баги сетевой части. Баги довольно сложные и комплексные. И в самом конце нам пишут, что без серьезных происшествий. Да вообще нет происшествий никаких. Хотя неприятные баги сети не дают расслабиться ни на секунду. Так это просто неприятные баги сети, ну такие, знаете, ну неприятные баги сети. Или это сложные комплексные баги сетевой оптимизации, которые обнаружены вдруг неожиданно в игре. Вы, пожалуйста, определитесь в своих формулировках, друзья из Нейрон Хейз. А то у вас в одном предложении одно, в другом предложении другое. И я каждый раз читаю и думаю, когда эти люди перестанут врать. Вот с другой стороны, уже сейчас мы можем себе позволить постепенно переходить к работе над расширением механик игры, перебрасывая часть программистов на эту работу, тогда как другая часть будет заканчивать отладку базовой архитектуры. Вот это никогда не доказанная фраза. До сих пор никто, ни один человек не знает, сколько на самом деле программистов работает компания Нейрон Хейз, потому что это вдруг неожиданно стало коммерческой тайной компанией. У них нет, неизвестно сколько, то ли один, то ли два, то ли три, то ли четыре. Но по скорости работы мы с вами уже неоднократно подводили этот итог, считали, и получается, что у них только один программист. Один. Поэтому у них все так плохо, все так тяжко. Они не успевают, у них постоянно всплывают баги, с которыми они не успевают бороться, потому что у них не хватает людей, которые должны эти баги отлавливать еще на стадии их подготовки и запуска. И вдруг неожиданно баги всплывают, причем комплексные баги. Это не просто там такой неприятный баг, как в конце написано, а это серьезные комплексные проблемы, с которыми Нейрон Хейз борется в процессе создания своего игрового проекта. В общем, что мы сегодня с вами узнали? Мы узнали в очередной раз, что разработчики делают одну и ту же херню, не спеша, подают это в одном и том же виде, втирают нам это. Плюс мы увидели сегодня тонкие намеки на то, что есть очень большая вероятность, что с 28 июля, когда начнется запуск, точнее уже заработает тестовый сервер, что мы столкнемся с гигантским количеством багов. Это будет не просто там несколько мелких проблем, там будут реально серьезные проблемы в игре. И я не удивлюсь, если часть локаций, которые якобы сделаны, окажутся закрытыми. Плюс мы выяснили, что компания Нейрон Хейз разрабатывает интеллект противников, отдельный искусственный интеллект придумывают, и это должно нам гарантировать, что против нас будут сражаться очень умные и опытные враги. Так ли это? Мы узнаем 28 июля. Я не могу сейчас на 100% это подтвердить, но я вам уже сказал, что, как по мне, будет всего два варианта. Первый вариант это чрезмерная имбовость, то есть завышенная сложность. Либо они будут тупыми овцами, которых отстреливать вообще не представляет никаких трудностей. Вы будете просто щелкать, как орешки, и рейдеров, и копателей, и догов. Без проблем. Вот что ожидается. Либо имбовость, либо тупость. И это после того, как нам втирали несколько недель, ну почти уже месяц, да, что они, компания Нейрон Хейз, разрабатывают специальный интеллект взаимодействия врагов с игровыми персонажами, для того, чтобы враг был, было его сложнее убить, да. Знаете, что будет, скорее всего, если кто-то сейчас играет в ныне действующую альфа-версию, которая хреновая, ужасная, забагованная, в хлам вообще. Там есть, вот вы только прям отходите от ковчега, пробегаете буквально там одну гору. И там есть такая ямка, да, там одно из заданий там было, там вас по квестам туда поведет. Там есть такие маленькие ползающие, практически незаметные тараканы, которых вы мало того, что не видите, вы их убить даже не можете толком. Вам, чтобы их убить, вам надо прокачаться хотя бы там до 10-15 уровня, взять нормальное оружие себе, и только после этого вы сможете с ними что-то сделать. Плюс, естественно, иметь хорошую броню. А так они вас убивают одним ударом. Вот что нас ожидает, вот что нам предложат Нейрон Хейс. Я не верю просто-напросто в то, что неожиданно вдруг мы получим реально грамотно действующий искусственный интеллект, который будет учитывать все какие-то ошибки, нюансы, положение действия на поле боя, вовремя отступать, вовремя атаковать, грамотно обходить, прикрывать друг друга. Вот этого всего не будет, ребят. Будет тупая упорость, либо потому что они будут имбами, либо потому что они будут просто, ну, бьем. Вот и все. В общем, спасибо большое, надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно свои мысли под этим видео, по окончанию стрима. Что вы думаете об этом, зашло ли вам это все. Верите ли вы до сих пор компании Нейрон Хейс, и с улыбкой терпеливо ждете, пока ваша любимая игра будет выпущена. Либо вы давно уже поняли, что с вами играют, с вами над вами издеваются, и вы уже просто не верите в этот проект, но все равно терпеливо, подсознательно, где-то там случайно, но дожидаетесь. И хотите посмотреть, что из всего этого получится. Ну и, естественно, очень важный момент, напишите, сколько денег вы потратили на приобретение данной игры. Купили ли вы ее в Steam за, там, по-моему, 900 рублей она продается, да? Либо вы купили золотой, там, серебряный или бронзовый пакеты за 2, 3, 3, 500, там, и 5, вроде, соответственно. Я не помню, там, точно сейчас цены, я не буду там упороться в это. Напишите, поделитесь своим мнением. Просто хочется понять, как много среди моих зрителей тех, кто потратил деньги на этот игровой проект. И кто теперь, вот, уже достаточно длительное время, минимум полгода, а может быть и больше, а может быть, тут и 6 лет. Сидите и ждете, пока этот проект будет сделан, если он вообще когда-нибудь будет сделан. Подписывайтесь на мой YouTube, друзья, на YouTube нажимайте колокольчик. Вы всегда получите повещение обо всех новых видео и трансляциях, которые выходят на канале. Сразу скажу, что на YouTube прямые эфиры начинаются с 21 июля, с пятницы. Я вас приглашаю всех в пятницу, ровно в 6 часов по Москве, на мой YouTube-канал. Пройдет рубрика «Общение со зрителями», это разговорная рубрика. Там я вам расскажу о том, какие нас планы ожидают, какой опыт мы получили, транслируя и ретранслируя, рестримя свои выпуски на разных площадках. Я поделюсь с вами, возможно, вам это будет полезно, либо просто интересно. Отвечу на любые вопросы, связанные с стримингом, с настройками и другими плюшками, с которыми сталкиваются блогеры и стримеры, с чем я лично столкнулся, с чем я мучился. И, конечно же, расскажу о наших планах на будущее, какие у нас планируются в самое ближайшее время рубрики и как будут видоизменены, как уже изменились рубрики, которые есть на нашем канале сейчас. И вступайте в группу ВКонтакте и на платформе Steam, ссылочки, ребята, вот есть в описании и внизу здесь. С вами был JetPot90, увидимся с вами ровно в 8 по Москве. В 8 часов начнется стрим по игре The Search. Сегодня проходим, получаем удовольствие, мочим подряд всех врагов, качаемся, естественно, ну, вы знаете, в общем, что такое The Search. Надеюсь, вас там увидит. С вами был JetPot90. Пока!